Верховный суд заявил, что участие Януковича в рассмотрении дела о госизмене не обязательно. Верховный суда отказался признать обязательное участие беглого президента Виктора Януковича в судебном заседании во время кассационного рассмотрения его дела по государственной измене. Осужденный может принять участие в рассмотрении этого дела удаленно. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда в Фейсбук по итогам судебного заседания 12 апреля. Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда отказал в признании обязательного участия осужденного Виктора Януковича. РЭД в судебном заседании во время кассационного рассмотрения отмечается в сообщении. В пресс-службе отметили, что Верховный суд лишен возможности обеспечить явку беглого президента, поскольку тот находится за пределами территории Украины. Суд объявил, что осужденный по собственному желанию может принять участие в рассмотрении этого уголовного производства, уточнили в суде. Кроме того, решая ходатайство по обеспечению участия Януковича в рассмотрении уголовного производства в режиме видеоконференцсвязи в порядке международной правовой помощи, Верховный суд также отказал в его удовлетворении. Суд указал, что в ходе досудебного расследования уголовного дела РФ ранее уже отказывала в предоставлении такой помощи. При этом для соблюдения прав осужденного и с учетом обстоятельств этого уголовного производства суд предложил сторонам защиты обеспечить участие Януковича в касации этого дела, используя собственные технические средства и программное обеспечение Труконф. Напомним, Оболонский районный суд Киева 24 января 2019 года признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене. Суд избрал ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. На 17 мая 2021 года назначено очередное заседание по рассмотрению касационной жалобы по этому делу. Отметим, в Украине рассматривается дело о незаконном присвоении Януковичем. Резиденции Межигорье В начале года Высший антикоррупционный суд отказал в заочном аресте экс-президента Украины. РБК Украина также писала, что Государственное бюро расследований в январе сообщило Януковичу о подозрении в связи с подписанием так называемых Харьковских соглашений в 2010 году. Эти соглашения позволили увеличить военное присутствие России в Украине.